Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Печуев и сегодня был задан вопрос такой вкратце. Кому-то это будет полезно, кому-то не полезно гадание по криптовалютам, как говорится. То есть именно криптовалютам западным, то есть что планирует Запад насчет криптовалют. И некоторые бизнесмены и русские, как говорится, банкиры верещат, что нужно России перейти на криптовалюты западные. Заграничные, вот. Поэтому цель будет именно такая катание. Так что мы видим в данный момент. Первое, мы сразу видим тупик российский. То есть это четкий план за границей, что если Россия пойдет на криптовалюты, ей легко будет управлять их ресурсами и денежными потоками. Следующее. Следующее мы видим скачок такой сначала. Это как приманка, да, как скачок такой резкий, денежный. Вот. То есть сначала как бы контроль, потом скачок денежный резкий начинается. Но это как будто хитрый план продолжается. Дальше что мы видим? Дальше мы видим мужское влияние. То есть какой-то денежный влиятельный мужчина. Первый сорвет куш. Это, наверное, как МММ, как говорится, казино Лохотрон. Да. Сначала вы бабло получаете, приманка пошла. А потом все ниже и ниже падает, мы видим, да. И чем закончится? Закончится тем, что начинается тупик. То есть таким образом потом США и за границей, кто владеет криптовалютами, бизнесменов полностью опустошат. Хуже, чем санкции. То есть задача именно приманить ей была, видать. Поэтому, если российские бизнесмены настолько отупели и настолько готовы служить США и прислуживать, ну что уж. Это закончится тем, что, как говорится, Россия будет слишком бомжовкой уже. То есть слишком большой крах. Сначала мы видим, я говорю, как бы приманка пошла. Это как в казино, видать. Сначала вам фартит, деньги идут. Потом мы видим, что падение постепенное за, как говорится, зацепили жертву, да, на крючок. И мы потом видим четкое падение вниз, да. Вот чем закончится со стороны России и США по криптовалютам? Мы видим четкий договор какой-то. То есть Россия будет, как рабыня, выполнять все приказы и бизнесмены, пока криптовалюты не будут блокировать для России. То есть мы видим, что в разных странах блокируются, если они борзеют, да. То в данный момент это подконтрольная структура. Я уже говорил много раз, что с одной стороны криптовалюта это хорошо, очень удобно. Как говорится, от мафиозников ОПГ России как-то спасаться. Но с другой стороны это ловушка. То есть, конечно же, это получит объединение, какой-то взаимовыгодный бизнес. Но это не спасет народ. Еще раз. Тут о народе вообще речь не идет. Тут больше всего речь идет о бизнесменах, которые будут заниматься своим баблом, как говорится. Выслуживаться снова перед Западом. Идти на любые уступки Запада. То есть полностью такая взаимовыгодная рабство и дружба. Рабская дружба, так сказать. Раб Россия. Вот. Ну, если вам нравится это на этот лохоторон, в принципе, идите. В принципе, еще задавали вопрос по поводу, если криптовалюта России пойдет. Спасет ли она Россия? Русский рубль, допустим. В данный момент мы видим, что это тупиковый период. То есть, это тупиковый период. Сначала это вроде бы иллюзия создается, что что-то будет. Но потом мы видим, что многие криптовалюты просто в сторону отойдут, похоже. Так. Реакция за границей. Реакция за границей. Как говорится, снова заблокировать этот рубль криптовалютный. То есть, в частной конторе Центробанка это не получится. То есть, не прокатит все их показушные вот эти терочки. Показуха, что они что-то заботятся о народе или о бизнесе. Ничем не закончится хорошим. Все рухнет. Вот. Поэтому я и говорю, тут не надо надеяться на это. Лучше делайте то, что вы делаете. Все свои планы выполняйте. Как говорится, страхуйтесь. Всегда лучше в наличке иметь какие-то деньги. Чем? Или на заграничных каких-то картах. Кто не знает, как говорится. Но российские банки, мы видим, что они все еще идут в помойку дальше, как и в 90-е. Ну что ж, вот такое вкратце гадание. Всем удачи. Успех с вами был Альцем Чув. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Комментируйте. Репостите. Удачи. Удачи. Удачи.